Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов ящика ответов. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем разбор статей из публикации за март месяц 2023 года. Статья изучается на неделе с 29 мая по 4 июня 2023 года и основана на стихе из Иоанна 13.35. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. В целом данная статья полезная, но наш разбор отличается от нее. В нем мы больше уделили внимание уникальности любви Христовой, но кто предпочитает оригинал, тот легко сможет найти его и прочесть на официальном сайте общества или прослушать на встречах собраний. И тексты, если не указаны иначе, мы, как обычно, будем приводить и из синодальной Библии. В статье обращается внимание на то, какое неизгладимое впечатление производят встречи доброжелательных свидетелей Иеговы на новичков-посетителей. Все это, по мнению авторов статьи, продиктовано уникальной любовью, что отличает свидетелей Иеговы, как учеников Христа. Безусловно, доброжелательная атмосфера и искренняя заинтересованность в людях – это признаки любви. Однако, такая любовь не уникальна, так как подобная атмосфера любви и доброжелательности царит на встречах многих других христианских конфессий. Нам довелось побывать на встречах баптистов. В любви и дружелюбии на встречах они ни в чем не уступают свидетелям Иеговы. Плюс к тому, у них еще проводятся воскресные совместные обеды для всех желающих. Для детей организованы отдельные занятия и возможность делиться творчеством. Есть группы для сестер и для братьев, где за чашкой чая они могут наслаждаться беседами как о духовном, так и о насущном. Такие проявления любви и заботы сближаются верующих. Но у нас, свидетели Иеговы, это не принято. Так что, если искать истинных христиан по атмосфере на встречах, то у баптистов, пожалуй, проявлений любви побольше. И даже мирские люди так же любят и встречают своих друзей, как свидетели Иеговы на встречах собрания. Но не эта любовь должна отличать христиан. И потому стоит поразмышлять над вопросами Христа из Матфея 5 главы 46-47 стихов. Так о какой же любви говорил Иисус? Давайте рассмотрим. Любовь настоящих христиан – это любовь Христова. О ней хорошо сказано во 2 Коринфянам 5 главе 14, пиццам 1 главе 8 стихах. У нее, как минимум, четыре грани. Рассмотрим их. Первая грань. Любовь Христова – духовная, так как она проистекает из любви к Иегове. Именно Он – источник уникальной любви Христа. Поэтому Иисус не случайно говорил о том, чтобы Его ученики прежде всего полюбили Бога. А любовь к Богу поможет им полюбить и ближних. Можно открыть Луки 10 главу 27 и 1 Анна 4 главу 8 стихи. Поэтому на первом месте у настоящих христиан находится любовь к Богу, что, кстати, понятно далеко не всем. Например, истинные христиане любят Бога так сильно, что послушны только Ему и готовы отвергнуть мнение даже своих ближайших родственников, если оно расходится с мнением Бога. Так действует в них любовь к Богу, хотя со стороны кому-то это может казаться неуважением к родным. Смотрим на эту тему тексты из Второзакония 33 главы 9, 1 Анна 5 глава 3 и Матфея 12 глава 46 по 50. Вторая грань любви настоящих христиан. Их любовь должна быть бескорыстна и нелицеприятна, поэтому она не проходит. Это нам известно из Иакова 2 главы с 1 по 4 и 1 Коринфянам 13 главы 8 стихов. В мире любовь, кроме родительской, корыстна. Ваня любит Петю до тех пор, пока тот приносит пользу. Как только Петя обидел или пользы от Пети больше нет, любовь к нему и испаряется. А ученики Христа должны любить так, как любят родители. То есть, даже тогда, когда к ним относятся плохо и обижают, истинные христиане должны продолжать любить своих обидчиков и воздавать на их зло добром. Подробнее на эту тему смотрите в видео 1.90. Поэтому из-за проблем со верующими они не перестают служить Иегове и не уходят из собраний. Воистину, велик мир у любящих закон Бога, и нет им преткновения. Это мы хорошо знаем из Матфея 5 главы 44, Римлянам 8 главы 28 и Псалма 118, 165 стихов. Третья грань любви – настоящий христиан. Их любовь не закрывает глаза на грех. Одно дело, если у со верующего скверный характер, или если из-за сложных обстоятельств на эмоциях брат нас обидел. Надо быть реалистичным в своих ожиданиях и не ожидать идеальных служителей Иеговы в неидеальном мире. Это поможет не реагировать остро, когда со верующие поступают с нами плохо, и прощать их. Ведь мы и сами, бывает, обижаем других из-за несовершенства. Этот факт отображен в Экклесиаста 7 главе 16, 21 и 22 стихах. Но совсем другое дело, если брат согрешает, нарушая заповеди Иеговы. Любовь каждого настоящего христианина побуждает уберегать друг друга от духовных падений и преткновений, а упавшим помогать подниматься и поддерживать, пока упавший не встанет на ноги. Их любовь не поощряет отклонение от пути Христова и борется за каждого соверующего, кто может нечаянно потеряться для Бога. Смотрите текст из 1 Коринфянам 13 главы 6. Поэтому Иисус и показал, как действовать в собрании, если мы узнали о грехе брата или сестры. В Матфея 18 главе с 15 по 17 стихи показаны 4 последовательных шага по обращению согрешающих к Иегове. Подробнее об этом смотрите в видео 1.71. Каждый шаг, исперечисленный Христом, может причинять нам боль и портить отношения с соверующими, что в мирской среде не принято. В мире не портят отношения со своими, так как это может нанести вред каким-то их совместным интересам. Поэтому самоотверженная борьба христиан за веру и духовное благополучие друг друга мирским людям непонятно. Обличение за проступки и строгое отношение к согрешающим ради того, чтобы они имели шанс исправиться, мирские люди считают не любовью, а жестокостью, из-за чего время от времени бывшие свидетели Иеговы затевают суды против общества Сторожевой башни, так и не поняв толком принципы, изложенные в Матфея 18 главе с 15 по 17, а также 1 Коринфянам 5 главе 11 стихов. Кому интересно, смотрите видео 1.90 на эту тему. Четвертая грань любви настоящих христиан. Их любовь побуждает жертвовать собой богоугодным образом, то есть во имя соблюдения интересов Иеговы. Рассмотрим текст из Иоанна 15 главы 13-14, где Иисус говорил, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Как видим, во-первых, друзьями Христа могут стать лишь те, кто исполняет Его заповеди, переданные от Отца. Значит, и настоящий христианин не может себе позволить дружить со всеми подряд и без разбору. Хорошо помнят наказ из 1 Коринфянам 15 главы 33 стиха. Во-вторых, Иисус пожертвовал собой ради спасения своих друзей от греха и смерти. Подчеркиваю, если жертвовать собой ради спасения друзей от греха и смерти, это богоугодная жертва, духовная. Она совершается в интересах Иеговы, который хочет, чтобы все люди спаслись от греха и смерти. Это его желание записано в 1 Тимофея 2 главе 3 и 4 стихах. А если кто-то жертвует собой ради спасения других от буквальной смерти? Например, мужчина ради того, чтобы не сбить ребенка, въехал в столб и разбился. Как оценить его поступок в свете Библии? Это тоже подвиг самопожертвования, и он ценен в глазах Бога, самой по себе готовностью человека приносить себя в жертву ради пользы других, согласно филиппицам 2 главы 4 стиха. Но этот подвиг не приносит пользу интересам Иеговы, так как жертва погибшего не может спасти ребенка от греха и смерти для вечной жизни в царстве Иеговы. К тому же, ни факт, что дитя, спасенное погибшим, непременно станет служить Иегове. Став взрослым, оно вполне может стать противником Бога. Итак, любовь настоящих христиан побуждает их жертвовать собой богоугодным образом, прежде всего, ради спасения людей от греха и смерти. Что это означает? Христиане должны представить в жертву самих себя, причем для разумного служения Богу, то есть для того, чтобы приносить пользу интересам Бога, исполняя тем самым повеление из Римлянам 12 главы 1 стиха. Жизнь служителей Бога дорога в Его глазах, а она состоит из здоровья, времени жизни и сил. Поэтому, если и жертвовать ими, то делать это стоит, прежде всего, ради пользы замысла Бога по спасению людей от греха и смерти. К разумному или богоугодному самопожертвованию относится, например, помощь людям в том, чтобы они слушали Слово Бога, понимали и принимали Его для своего спасения. Можно открыть 2 Тимофея 4 главу 2 и 16 стихи. Все настоящие христиане 1 века тоже жертвовали собой и даже рисковали жизнью ради того, чтобы донести до других весть о надежде на спасение от греха и смерти. Это нам известно из Деяния 6 главы 7 по 15, полностью 7 главы, и также Деяния 14 главы 19 стихов. Теперь давайте посмотрим, что слова Христа из Иоанна 15 главы 13 и 14 не означают. Они не означают, что, например, так как Иисус пролил всю свою кровь для спасения людей от греха и смерти, то и христиане должны жертвовать хотя бы 200 мл своей крови для спасения людей от буквальной смерти. Также эти слова Христа не означают, что христиане должны участвовать в войнах ради спасения жизни друзей своих от агрессора. Почему? Потому что Бог желает, чтобы все люди спаслись благодаря познанию Его истины и через искупление Христа, а не благодаря военным действиям, переливанию крови и так далее из того, что нарушает заповеди Иеговы. Вновь можем открыть 1 Тимофея 2 глав 3 и 4 стихи. Итак, мы показали четыре грани уникальности любви Христовой, по которой, согласно Иоанна 13 главе 35 стиха, все должны узнать истинных учеников Христа. Однако, если вспомнить Христа, то далеко не все считали Его любящим и добрым, и даже называли Его хитрым обольстителем. Это известно из Иоанна 7 главы 12 стиха. Поэтому неудивительно, если и сегодня любовь Его настоящих учеников не все оценят и примут за любовь. Почему же тогда Иисус сказал, что все смогут по любви узнать Его учеников? Думаем, эти слова Он говорил, учитывая условия жизни в Иудее, где учителя не любили своих учеников, считая их невеждами в законе и проклятым народом. Сообщается об этом в Иоанна 7 главе 49 стихе. А Иисус, как Учитель, разительно от них отличался. Он жалел своих учеников и делал все возможное для того, чтобы стало легче жить уже в этом веке, а в веке будущем они смогли обрести счастливую жизнь в вечном Царстве Бога. Можете открыть тексты Матфея 11 главы 29-30, Марка 10 главы 29-30 и 14 главу 24. Поэтому в I веке учеников Христа и можно было узнать по доброму и заботливому отношению к людям. Если наставники добры, заботливы и нежны в обращении с людьми, значит, они точно ученики Христа. Именно такая атмосфера царила в собрании христиан I века, что и отличало их от высокомерных учеников, книжников и фарисеев. Как раз о таком отличии и говорится в I весталникицам 2 главе 7 стихе. А сегодня, когда атмосфера любви и заботы проявляется в собраниях многих христианских религий, учеников Христа распознавать гораздо труднее. Но возможно, к любви Христа стоит добавить и его правильные учения об Иегове. Поэтому, если вы выбрали собрание по любви, добавьте еще и проверку наставлений по Библии, руководствуясь примером из Деяния 17 главы 11 стиха. И тогда у вас появится верный шанс найти истинных учеников Иисуса Христа, которые не только любят людей, но еще и наставляют их в согласии со словом Иеговы. Чего и себе, и все вам, дорогие друзья, слушатели, читатели, искренне желаем. И в конце напоминаем, что только что прозвучавшую информацию вы сможете найти в текстовом варианте. Ссылка на него находится в описании к этому видеоролику. Материал был подготовлен свидетелем Иеговы с сайта Ящик Ответов. Спасибо за внимание.